Привет вам, привет, привет! Спасибо, что зашли на канал Марс Клуб. Итак, где же все-таки делается виски? Ну, казалось бы, простой вопрос, но некоторых он ставит в тупик. Небольшое предисловие. Я очень люблю смотреть на канале Россия программу 100 к 1. Эта программа идет уже очень долго, больше 20 лет. Это единственная программа, которую я смотрю на центральном телевидении. И вот 15.08, то есть на прошлые выходные, я смотрел очередной выпуск, и там был очень интересный вопрос. Кстати, вы смотрели программу 100 к 1? Суть такова. Две команды соревнуются друг против друга, отвечая на простые, незамысловатые вопросы. Тут не надо блистать эрудиции, да, тут не законы математические или физические не обсуждают. Там очень простые вопросы, например, о чем мечтают дети, или что бывает зеленым. И люди, команды, должны быстро ответить, а ответы должны совпадать с теми вопросами, на которые отвечали люди на улице. В общем, запутанно объясняю, да? Нет? Ну, наверняка вы смотрели эту программу. Итак, в этой программе прозвучал вопрос, где делают виски? Давайте посмотрим фрагменты из этой передачи, и вы поймете, что думает народ. Большая игра! Мария, это 15 секунд. Вам нужно ответить на 5 моих вопросов очень быстро, не раздумывая. Просто это как из пулемета. Поехали! Кто читает стихи вслух? Пайп. Где делают виски? В баре. Секунд. Проверяем ваши ответы, прошу вас. Где делают виски? Вы уверены? Я имела в виду, где наливают. Это бодяга, не верьте, если и так, это бодяга. В баре, сказали вы, я с вами согласилась. Один человек, сумма 15 очков. Вам нужно будет отвечать на те же самые вопросы, на которые Маша отвечала? Хорошо, я прошу. Тишина, тишина. Поехали! Кто читает стихи вслух? Поэт. Писатель. Где делают виски? На заводе. Будем проявлять ответы. Второй вопрос. Где делают виски, спросил я. Вы сказали... На заводе. Мне не нравится такое массовое производство. На заводе что-то такое локальное, небольшое. А на заводе сказали вы, с вами согласилось 9 человек, сумма 98. В Ирландии, сказал 21 человек. В Шотландии, сказал 37 человек. Скажите, смешно, да? В баре изготавливают, оказывается, виски. Или на заводе. В принципе, ответ, ну, скажем так, неплохой. А как бы ответили вы, дорогие зрители? Вот как бы вы ответили, если к вам на улице подошли и сказали, где делают виски? Надо отвечать быстро, только одно слово. Что бы вы сказали? Ну, наверняка, Шотландия, скажут мои подписчики. Или Ирландия. Ну, кто-то вспомнит Америку. Наверняка. Чтобы правильно ответить на этот вопрос, давайте немножко возьмемся за термины. Что же такое виски? Виски, термин, обозначающий, согласно Википедии, крепкий алкогольный напиток, полученный путем соложения, сбраживания, однократной или двойной перегонки, а также длительная выдержка в дубовых бочках. И сам термин виски не забрендирован. Интеллектуальная собственность на него никем не заявлена сейчас уже и поздно. В свое время французы слово коньяк, хоп, не трогайте, коньяк можем делать только мы во Франции. Или армоньяк в Гасконне, в той же Франции. Или ту же самую текилу, оказывается, теперь могут делать только в Мексике. Слово виски общедоступно. Виски, дорогие друзья, можете делать даже вы. И с полной уверенностью, не нарушая ничьих прав, можете на своем продукте, который вы сделали из сложенного зерна, перегнали, выдержали в бочках, длительное, да, длительное хранение, ну сколько? Для меня длительное это две недели. Я не могу столько долго ждать, две недели, все, длительное, да. То есть даже сроки четко не прописаны, нет законов пишущих. Нет законов, которые говорят, сколько должно виски, ваш напиток удержится в бочках, чтобы назваться виски. Ну, не забрендировали это слово. Правное слово виски никто не заявляет, где делают виски, можно сказать смело, во всем мире, везде. Я встречал виски белорусские, белорусские бурбоны, я встречал, я армянские видел, да, виски делают везде, во Франции, Швейцарии, где, ну, в общем, по-моему, больше 70 стран в мире делают виски. Разумеется, разумеется, что существует всего лишь 5 стран с четким выдержанным стилем виски, понятным всем и признанным во всем мире. Эти 5 стран давайте назовем вместе с вами. Шотландия, Ирландия, конечно же Америка. Кукуруза это зерно, продукты из кукурузы, соответственно, виски. Канада, ну куда уж без нее, и, конечно же, Япония. Вот эти 5 стран, эта продукция со словом виски, вы можете найти, ну, везде, даже в России, в любых наших магазинах, ну, наверное, не в любых, в пятерочке канадского виски, я с вами не наблюдал. А где же больше всего делают виски? Вот здесь, конечно, вопрос, требующий уточнения. Где больше всего в мире делают виски? Как вы думаете? Напишите. Ну? Знатоки, почесав голову, скажут, ну, конечно же, в Шотландии ошибутся. Больше всего виски в мире делает Индия. Да, друзья мои, да, тут не поспорить. Но, разумеется, некоторые знатоки говорят, это не виски, это не банк, черт, что это? И будут правы. Индийцы, не индейцы, а индийцы, они, у них собственное представление о производстве виски, они слово виски пишут на своих бутылках совершенно законно. И никто с ними поспорить не может. Какой самый продаваемый бренд в мире виски? Тоже такой вопрос, который требует четкой формулировки, четкого ответа. Вы наверняка знаете, да, друзья мои? Ну, Джонни Уокер, так думаю я. Так пишут многие источники. На самом деле, я думаю, все-таки они правы. Джонни Уокер, виски номер один в мире. И там целая линейка, red, label, black, label, green, blue и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, друзья мои, о чем был этот выпуск? Я хотел просто сказать, что люди на улице думают не так, как мы с вами. И, возможно, посмотрев этот ролик, они скажут, ну да, ну да, ну да, виски могут делать везде. Хотите сделать виски? Делайте смело. Как говорят, хочешь сделать вкусно, делай сам. И я, конечно, экспериментирую с напитками, тоже пытаюсь сделать напиток, похожий на виски. Тоже делаю зерна и тоже выдерживаю в дубовых бочках. Но мои опыты пока только в начальной стадии. И, возможно, когда-нибудь что-то стоящее у меня получится. Я вам это презентую. Но пока, пока я только учусь. Всего вам доброго. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите, понравилось, не понравилось. Хотелось с вами побеседовать давно, я что-то не выкладывал, ничего на ютубе. Мир в мир, друзья мои. Прекрасного вам настроения, отличного здоровья. И до новых встреч в эфире. Пока. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Та-да-дам, та-да-дам. А Мейкерс Марк мы сегодня пить не будем. Та-да-дам.